Добрый день! Данный блок видеоуроков будет посвящен введению в органическую химию. В рамках него мы рассмотрим, что из себя представляет данный раздел науки химии, рассмотрим основные положения теории строения органических соединений. Разберемся с номенклатурой, классификацией, изомерией и гомологией. Цели и задачи урока вы можете видеть на экране. Сегодня тема нашего урока – теория химического строения органических соединений. С глубокой древности человек использовал в своих целях не только вещества, которые находил в неживой природе, но и вещества животного и растительного происхождения. Вещества, которые получали из продуктов жизнедеятельности живых организмов, стали называть органическими. А в науке химии выделился особый раздел, который изучал подобные соединения. Термин «органическая химия» ввел в науку в начале XIX века, выдающийся шведский химик Берцеллиус, которого уважительно называют дедушкой органической химии. Ученые-химики вскоре обнаружили, что все органические соединения состоят из атомов углерода, в их состав обязательно входит углерод. И впоследствии были получены соединения углерода, которые не встречаются в природе, но по своим свойствам ничем не отличаются. Таким образом, органическую химию можно назвать химией соединений углерода. Исключения составляют оксиды углерода, угольная кислота, ее соли и карбиды. Можно сказать, что органическая химия – это раздел химий, изучающий свойства, строения, превращения, способы получения и области применения органических соединений. Органические вещества имеют ряд особенностей. Во-первых, их намного больше, чем неорганических. Если неорганических насчитывается около 100 тысяч, то органических веществ более 25 миллионов. Все они имеют более сложное строение, многие отличаются высокой молекулярной массой. Такому разнообразию способствует существование явлений гомологии и изомерии, о которых мы поговорим позже. Также все органические вещества горючие. При окислении кислородом в результате образуются углекислый газ и вода. Таким образом, к 19 веку была накоплена обширная база знаний об органических веществах. Нельзя сказать, что не предпринимались попытки систематизировать эти знания. Однако первую научную теорию предложил наш соотечественник Александр Михайлович Бутлеров. И она получила название «Теория химического строения органических соединений». И далее мы рассмотрим ее положение. И сквозь них, как через призму, разберемся, чем же отличаются органические вещества и что нужно знать, чтобы разбираться в органической химии. Первое положение. Атомы в молекулах соединены друг с другом согласно их валентности. Причем углерод в органических веществах всегда 4-х валентин, а его атомы способны соединяться в цепи линейного, разветвленного и замкнутого строения. Давайте вспомним строение атома углерода. Как мы видим, углерод может проявлять высшую валентность 4, так как находится в четвертой группе и на внешнем слое у него находится 4 электрона. Важное условие. Углерод в органических соединениях всегда проявляет свою высшую валентность. Он всегда 4-х валентин, то есть он всегда образует 4 связи. Эта способность в органической химии отражается с помощью полных или сокращенных структурных формул. Почему в органической химии не используются сокращенные молекулярные формулы, будет понятно после того, как мы разберемся с тем, что такое изомерия. Таким образом, строение органической молекулы можно отразить с помощью полной структурной формулы и сокращенной структурной формулы. Также атомы углерода отличаются способностью соединяться в длинные цепочки, которые имеют разное строение. Они могут быть линейные, разветвленные или замкнутые. В выше приведенных примерах видно, что все связи являются одинарными, то есть между собой атомы образуют одну электронную пару. Но так как углерод 4-х валентин, он может образовывать кратные связи, то есть двойные или тройные углерод-углеродные связи. Одна из этих связей является сигма-связью, прочной связью, которую разорвать достаточно трудно. Вторая и третья связи в кратных связях являются пи-связями, которые намного менее прочны, и разорвать их легче. Поэтому вещества, имеющие в своем строении кратные связи, способны к реакциям присоединения. Второе положение. Свойства органических веществ определяются не только их качественным и количественным составом, но и порядком связи атомов в молекуле, то есть химическим строением. Давайте посмотрим на две химические формулы органических веществ. На молекулу этилового спирта и молекулу диметилового эфира. Как мы видим, данные вещества состоят из одного и того же набора атомов. Из двух атомов углерода, шести атомов водорода и одного атома кислорода. Однако очевидно, что эти вещества являются разными, обладают совершенно разным строением, то есть порядком связи атомов в молекуле. И, следовательно, они обладают совершенно разными свойствами. Этиловый спирт – это жидкость, тогда как диметиловый эфир является газом. Спирт хорошо растворим в воде, а диметиловый эфир – нет. Так мы подходим к очень важному понятию, кто такие изомеры. Изомеры – это вещества, имеющие одинаковый качественный и количественный состав, но разное химическое строение, а, следовательно, и разные химические свойства. А также физические. Явление существования изомеров называется изомерией. Изомерия бывает нескольких видов, и мы рассмотрим четыре из них. Обратите внимание на две молекулы – молекула нормального бутана и молекула изобутана. Если мы посмотрим, то качественный и количественный состав у этих молекул одинаковый. Четыре атома углерода и десять атомов водорода. Однако строение их молекул разное. У нормального бутана она линейная, тогда как у изобутана она разветвленная. Нормальный бутан, подвергаясь реакции изомеризации, превращается в свой изомер. Изобутан, который по номенклатуре носит название 2-метилпропан. Следующая изомерия – изомерия по положению кратной связи. Вещества, имеющие в своем составе кратные связи, могут быть друг другу изомерами, в зависимости от того, где находится кратная связь. Например, бутен-1 и бутен-2. Номер углеродного атома, от которого отходит кратная связь, по принципу минимального номера, указывается в конце формулы. Таким образом, бутен-1 – это молекула, в которой кратная связь отходит от первого атома углерода, а бутен-2 – это молекула, где кратная связь начинается от второго атома. Таким образом, данные вещества являются изомерами, то есть имеют одинаковый количественный и качественный состав, но разное строение, пусть и не такое радикальное. Изомерия по положению функциональной группы подчиняется тем же правилам, что и изомерия по положению кратной связи. Два вещества – пропанол-1 и пропанол-2. Здесь мы видим, что в молекуле есть функциональная группа, гидроксогруппа OH, которая определяет свойства этих веществ. Это спирты. Но в пропаноле-1 функциональная группа отходит от первого углеродного атома, а во втором пропанол-2 – от второго. Таким образом, эти вещества, являясь изомерами, все же имеют разное строение, а следовательно, несколько отличаются по своим свойствам. И межклассовое изомерие. Примером могут служить этиловый спирт и диметиловый эфир, которые мы рассмотрели раньше, а также между собой изомерами являются алкены и циклоалканы. У них одна общая химическая формула. На два атома водорода меньше, чем в классе алканов. У алкенов это связано с наличием одной двойной связи, а у циклоалканов с тем, что имеет такая молекула замкнутый цикл строения, то есть углеродная цепь замыкается сама на себе. Циклобутан и бутен, являясь совершенно разными по строению молекулами, относящиеся к разным классам органических веществ, имеют одинаковый количественный и качественный состав. Также изомерами межклассовыми между собой являются алкины, алкадиены и циклоалкены. В них на четыре атома водорода меньше, чем в алканах. Давайте посмотрим на бутин, бутадиен и циклобутен. И третье положение. Атомы в молекулах органических веществ оказывают друг на друга взаимное влияние. Экспериментально доказано, что в молекуле этилового спирта на атом натрия способен замещаться только один атом водорода из шести. Нетрудно догадаться, что этот особенный атом, в отличие от пяти остальных, связан не с углеродом, а с кислородом. Следовательно, атом кислорода влияет на соседний с ним водородный атом, облегчая его отщепление. Мы рассмотрели теорию строения органических соединений Бутлерово, разобрали ее положение и посмотрели, прикоснулись к знаниям о том, как выглядят и что из себя представляют органические соединения. В следующем уроке мы разберемся, что такое гомология, какие основные классы органических соединений существуют, как различать их между собой и разберемся с номенклатурой. Продолжение следует...